Душа абрикосового дерева Стал нервозным Один за другим вереницей приводили лекаря Но они не могли понять причину его болезни Король был большой любитель поесть И всякие советы врачей о диете отвергал И на неоднократные замечания королевы о лишнем весе Не реагировал, а лишь пожимал плечами и отвечал Вы хотите, чтобы я питался так, как некоторые чудаки Аристократы в Англии? Ну а почему бы нет, если это надо для пользы дела? У вас живот уже такой, как у девицы на сносях Простите за сравнение, упрекала королева Но я не барышня, и мне не рожать Это вы готовы ради фигуры на любые жертвы Здоровый образ жизни и правильное умеренное питание Это ключ к здоровью Ну, видно, у каждого свои привычки и ключи Но заменить мясо оленя или фазана Или говядиной отборной на овсянку Простите Это выше моих сил К грану пришел его агент И Алмаз была свидетелем того, что он доложил и узнал Солдаты со второго поста были у начальника охраны А один в трактире разболтал девице по пьяному делу все подробности Также мигрант узнал, что начальник допрашивал слуг и расспрашивал о новой служанке принцессы Начальник собирается провести расследование, куда подевались солдаты охраны И в общем, кроме всего этого, плохая новость, госпожа Его величество, ваш отец заболел Лекари не справляются Не могут найти причину болезни Я должна быть рядом с отцом Во дворце тревожно, сказала Алмаз Как нам поменяться ролями опять со златой? Надо подумать Ответил мигрант и задумался Со златой обменяться, я думаю, мы сможем А вот как бы короля вытащить сюда, в деревню Это еще зачем? Во всей округе слава и молва идет о травнице одной известной Знает она травы, поэтому прозвали ее знавой Меня не раз от недуга она лечила А королевские врачи не помогли Боюсь, не помогут они и королю Покажи мне, где она? Я должна ее сама увидеть Прежде чем доверить ей здоровье своего отца Ну что ж, пошли Здесь недалеко Одежду поскромнее вы оденьте, чтобы не привлекать внимание Пару человек охраны возьмем, не надо больше И пусть переоденуться в простые древенские одежды Хорошо, госпожа Они шли по тропинкам и дорожкам А вокруг росла разная трава и цветы Ты говоришь, она знает травы? И как лечиться ими? И сколько же ей известно трав? Больше тысячи, госпожа моя Она людей уже полвека лечит К ней приезжают даже издалека И люд простой, и знать Наверное, за это время живет зажиточно Богато Берет плату за лечение свое Нет, госпожа Она денег не берет И живет очень скромно Ходит в храм на службу Говорит, что написано в Писании Даром получили, даром давайте Все ее богатство это книги о лечении И травы И природа вся вокруг Она с каждой травкой Говорит так, как мы с вами По душам Интересная бабулька Любопытно, что в мире еще есть такие Непадки она злата, как и пастух Вот и ее избушка Да уж, скромное жилище Ее внучка Аня по хозяйству помогает Во дворе очередь Это что, все к ней больные? Да, посидите здесь пока Мигрант подошел к Ане Попросил ее, чтобы так бабушке сказала Можно ли без очереди нам пройти? Королевство в опасности Заболел король Принцесса с ней поговорить желает Аня кивнула Ладно, все ей передам Через минуту-две Аня пригласила мигранта и алмаз зайти Алмаз пробиралась по узенькому коридорчику в доме Боялась что-нибудь задеть Говоря, боже, как тут тесно Как тут можно жить? Вокруг на полках иконы, книги Из пола до потолка разная трава мешками После коридора в конце столик небольшой и две кроватки Что не королевские хоромы Это верно А нам с внучкой многого не надо Ответила бабуля Добрый день Простите, как вас величай Мир вам Да просто баба знава люди называют по-простому У меня с отцом беда Неужели ваши травы от всех болезней лечат? Лечат Если люди вовремя приходят И не запускают хворь до крайности А какие вы болезни излечили? Есть ли тому примеры? Вот, большой журнал Там все расписаны истории болезней Которые излечила матушка природа Ну, а я немного ей в этом помогала Там же есть благодарности людей Кто грамотен, ставил подпись Кто нет, отпечаток пальцев Ставил подтверждение нашим знахарским делам Алма заглянула в журнал Прочла несколько историй А всего там было записано их Тысячу двадцать записей Вы больше тысячи спасли людей? Спасает Бог и матушка природа Я только помогаю Вы отца моего сможете лечить? Вас в однорез доставят И во всем помогут Я батюшку твоего уже лечила пару раз Даже так? Когда же? Давно Когда-то в его раннем детстве Спасала от желтухи Еще до твоего рождения Он приезжал к нам в деревню И жил неделю На охоту В лес со значу отправлялись днем А вечером кучили Я прислуживала в то время у купца Где остановился ваш отец У него зубную боль снимала Но перед этим Видела как и чем он питался без разбора Несмотря на то, что было время Всем поститься православным Да, отец-любитель хорошо поесть Есть в меру хорошо Переедать беда В его меню все лучшие блюда Разве это плохо? Не вся еда, что радует глаза, полезна Что же делать? Вы согласны его осмотреть? Осмотреть смогу Но боюсь не дворец его спасения А природа И лечиться он должен рядом с ней Хорошо Я попробую его уговорить Можно взять вашу книгу Или журнал на время Я хочу, чтобы он вам поверил И хотя бы что-то прочитал Ежели с лазуратом И для пользы, то берите Спасибо, бабушка Большое вам Дай вам Бог здоровья Спасибо И вам того Ступайте, милое дитя Мигрант И алмаз Ушли Аня Зови следующего Сказала монастырская травница Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok